Добрый вечер, вы переведите Карачаево-Черкесии, а в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева-Черкесии принял участие в митинге, посвященном 80-й годовщине освобождению перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Состоялось мероприятие в поселке Орджоникидзовское у мемориального комплекса. С митинга Альбина Ламкова. Мемориал защитникам перевалов Кавказа был установлен в 1968 году. Он состоит из массивного железобетонного здания. Грозная и впечатляющая инсталляция олицетворяет величественность и непокоренность Кавказа, стойкость и силу духа советских солдат. Пленемся быть достойными вашей победы, любить и защищать свою родину. С благодарностью относитесь к тем, кто честно и самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества. Вечная память павшим воинам. 80 лет назад группа советских воинов-альпинистов сбросила с вершины Эльбруса вражеские стяги и водрузила флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа, сказал глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов в своем выступлении перед участниками митинга. Первые бои здесь в горах Кавказа начались в августе 1942 года, когда враг стал прорываться через главный Кавказский хребет к побережью Черного моря. Имея многократное превосходство в живой силе и технике, силами своего горно-стрелкового корпуса он захватил ряд позиций и даже несколько продвинулся к югу от хребта. В ожесточенных боях среди скальных вершин, ледников и вечных снегов советские воины проявили самоотверженность и доблесть, несокрушимую стойкость и волю к победе над ненавистым врагом. Именно здесь, на южных перевалах Карачаева-Черкесии, происходило становление и боевое крещение наших горных стрелков как особой специализированной разновидности сухопутных войск Советского Союза, отметил глава региона. Он подчеркнул, что потомки должны свято чтить и помнить подвиг солдат, которые ценой своей жизни завоевали победу. И напомнил о том, что в этом году музей-памятник защитникам перевалов Кавказа будет праздновать 55 лет со дня своего открытия. Это уникальная архитектурная ассамблея и является единственной на Северном Кавказе. По решению нашего верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, проводится специальная военная операция. И тысячи сынов, внуков, правнуков сегодня, опять же, воюют с неонацистами и с фашистами. И я уверен, что победа будет за нами. Мы все восхищаемся подвигами наших защитников Кавказских перевалов. Тяжелый труд солдата всегда связан с риском в своей жизни ради других. Обеспечение мира и спокойствия на территории России всегда находилось в руках наших правых ребят. Дата освобождения перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков служит одной из самых ярких страниц в героической летописи нашей страны. А память о подвигах наших солдат, которые спасли мир от фашизма, это пример и поучение для подрастающего поколения. Предостережение для будущего было отмечено на митинге. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Сегодня в Карачаевске глава республики Рашид Тимрезов провел совещание с мэром Карачаевска Маратом Урусовым и главой Карачаевского района Спартаком Кущетеровым. Главы муниципалитетов рассказали о планах развития территории. Сейчас строится большое количество объектов. Карачаевский стадион, Ледовый дворец, парк Зеленый остров, идет благоустройство улиц и придомовых территорий. Из ключевых работ в Карачаевском районе ремонт дороги Карачаевск-Хурзук, начало газификации Учкуланского ущелья, ФАПы и ФОК в Учкулане, строительство водопровода. Оба муниципалитета активно участвуют в программах по развитию здравоохранения и капремонта школ. Ключевой темой совещания стало социально-экономическое развитие округа и района. Рашид Тимрезов подчеркнул, главам необходимо приложить максимум усилий для развития реального сектора экономики в Карачаевском городском округе, это туризм. В Карачаевском районе сельское хозяйство. Руководитель региона дал поручение министру сельского хозяйства разработать локальную программу для развития рынка, сбыта и переработки сельхозпродукции. С выше полутора тысячи хачинов, около одной тонны айрана и сотни тысяч добрых слов от самых юных земляков. Именно таким образом в преддверии Дня защитника Отечества решили поддержать моральный дух наших военнослужащих, находящихся на зоне СВО. Активисты забробульского сообщества «За наших». Волонтеры уверены, что частичка тепла родного очага должна еще раз напомнить нашим воинам, что в них верят, любят и ждут скорейшей победы. Ахмад Халкечев продолжит тему. Груз для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, собрала команда единомышленников из числа простых, но неравнодушных жителей нашей республики. Изначально основной костяк добровольческого сообщества «За наших» сложилась в тематических группах социальных сетей. Как рассказывает идейный вдохновитель, лидер и основатель сообщества Асхат Айсандыров, это шестая уже у них по счету отправка груза. Единомышленники и в этот раз собрали все самое необходимое – медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. У нас есть списки, что им самое необходимое – еда, чай, кофе, одежда. У нас даже сварочные аппараты есть, генератор есть. Ну, все то, что ребятам надо, вот, все мы собираем. Команду единомышленников, помимо простых людей, в их благих стремлениях активно поддерживают республиканские власти, военный комиссариат, мэрия Черкесска и представители бизнеса. Ну, а в весьма символичную затею с хачанами с большим энтузиазмом вовлеклись домохозяйки не чуть ли со всей республики. Начинки традиционного явства нашей национальной кухни очень разнообразны. Нам захотелось, чтобы наши ребята попробовали что-то домашнее. То, что мы отправляем, каждый раз и макароны, все-все, но хачане – это все равно домашнее. Они соскучились по-домашнему. И передадим так тепло наших сердец нашим ребятам. Ребята очень ждут. У нас Айран еще едет. Они писали. Мы бываем с ними на связи. Они писали. Мы думаем, что они действительно будут очень рады. Вместе со врослыми наших защитников отечества решили не только поблагодарить за их мужество и подвиг, но и поздравить с наступающим праздником и учащийся из разных школ республики. В каждое письмо дети постарались вложить частичку своей души, свою заботу и веру в них. Ахматалкичев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. А в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью до 9 градусов мороза, в горах до минус 14, а днем 3-8 выше нуля. И местами минус 1-6. И на дорогах гололедится. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 7 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Лечение катаракты в клинике 3Z по понятной стоимости и без доплат. Операция с импортным хрусталиком. Анализы, трансфер и проживание в гостинице за 35 тысяч рублей. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Улыбка возвращает зрение. Фенталайзерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Сегодня исполнилось бы 85 лет Аскерби Сувиновичу Кирееву, вклад в ногайскую литературу и журналистику которого не оценим. Он основатель первого в Карачаево-Черкесии, ныне издающегося журнала для детей на ногайском языке ММТК. На творчество Аскерби Сувиновича огромное влияние оказал его друг и наставник, один из основоположников ногайской литературы, Фазиль Абдул-Жалилов. Благодаря ему Киреев много писал для детей и о детях. Аскерби Киреев перевел десятки известных зарубежных произведений на ногайский язык. Алла Динаева подробнее. Человек, проникший в тайну детской души. Так, без преувеличения, можно сказать об известном ногайском поэте, посвятившем жизнь детской литературе Аскерби Сувиновича Кирееве. Более 50 лет он писал стихи, книги для детей. И эти произведения приносили в каждый дом радость. Продолжает радовать читателя созданный им журнал для детей Мамиты Кей «Одуванчик», который недавно отметил свое 20-летие. Аскерби Сувинович был очень интернациональным человеком. К нему в гости, вот у нас все время, вот мы работали с ним в выходные дни. Суббота, воскресенье у нас двери Мамиты Кея, можно сказать, не закрывались. К нему приходили люди всех национальностей. Он всех встречал, со всеми разговаривал. Он голос свой никогда ни на кого не повышал. Он с улыбкой встречал, с улыбкой провожал. Окончив с отличием 7-летнюю школу, Аскерби Сувинович поступил в педучилище без вступительных экзаменов. Он со школьной скамьи отличался стремлением к знаниям. Много читал, и уже тогда можно было заметить в Аскерби Кирееве человека творческого поэта, говорят знающие его люди. А произведения, которые выходили из-под его пера, это бесценный вклад в журналистику Карачева-Черкесии. И сегодня мы, сотрудники газеты «Ногайдаусы», мы вспоминаем Аскерби Сувиновича с большим уважением. Мы ни на один день не забываем о нём. Мы все его ученики. И вот каждый день, над каждым номером, когда мы работаем, мы вспоминаем его, вспоминаем его уроки и говорим светлая память Аскерби Сувиновичу. Мы долго-долго будем хранить его в своих сердцах. Заслуженный работник культуры России, народный поэт и заслуженный журналист Карачева-Черкесии Аскерби Киреев, автор почти 30 книг. Он перевёл десятки известных зарубежных произведений на нагайский язык. Большое значение Аскерби Сувинович придавал именно детским произведениям и был убеждён в том, что любовь детей к искусству и поэзии будет способствовать их всестороннему развитию. Я вдвойне благодарен судьбе, что был знаком с талантливым поэтом, профессионалом своего дела Аскерби Сувиновичем Киреевым. Имя Аскерби Киреева навсегда останется в нашей памяти. А произведения Аскерби Киреева, читаемые по сей день, читают произведения Аскерби Киреева от молодого велика. Я считаю, что Аскерби Сувинович Киреев счастливый поэт. Аскерби Киреев умел своим добрым нравом радовать людей и в памяти знавших его лично останется прежде всего отцом дружной семьи, прекрасным светлым человеком, щедрым верным другом и преданным избранному пути литератором. Аладинаева Светлана Кукова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сохранение родного языка – залог существования народа. В школе села Чапаевского прошло открытие недели родных языков. Был проведен открытый урок, а также представили выставку блюд карачаевской кухни и изделий народного промысла. Подробнее Алихан Лепшоков. Этот открытый урок является первым мероприятием, открывающим неделю родных языков. Учащиеся среднеобщевразовательной школы села Чапаевская имени Смайла Хачерова читали стихи на родном языке. Также знакомились с национальной кухней карачаевского народа. Одной из главных задач является воспитание, любви к родной речи детей со школьной скамьи. И поэтому нам необходимо уделять этому особое внимание, отмечает директор среднеобщевразовательной школы села Чапаевская Ачемез Малсугенов. Мы пытаемся донести до каждого ребеночка о том, что он носитель родного языка и он должен владеть своим родным языком. В рамках этой недели будут проведены различные мероприятия, конкурсы, смотры и конкурсы сочинений. Любовь к родному слову проявлялись в выступлениях юных чтецов. Также учителя ознакомили детей наглядно, показывая богатую кухню карачаевского народа. Безусловно, язык является основным духовным фундаментом каждого народа, подчеркивали педагоги. Также учителя рассказали учащимся об известных поэтах и писателях карачаевской литературы. В стенах образовательного учреждения проводится множество различных мероприятий с приглашением творческой интеллигенции. Благодаря карачаевскому языку мы знакомимся в оригинале с произведениями известных поэтов, писателей. Недавно мы проводили месячник, посвященный столетию известного карачаевского поэта Азамата Леевча Суюнчева. Была организована встреча с дочерью Татьяной Азаматовной. Проводили конкурсы чтецов, конкурсы сочинений. Помимо этого учащиеся школы могли познакомиться с выставкой народных помыслов. Алихан Лепшоков, Меденаджан Кезова, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Сегодня во всех кинотеатрах страны в прокате начался фильм «Праведник». В основе киноленты режиссера Сергея Урсуляка бессмертный подвиг Николая Киселева, советского офицера, который в 1942 году, будучи руководителем отряда из пяти бойцов «Партизан», спас 218 евреев. Вдохновением для создателей послужил документальный фильм продюсера Якова Каллера и режиссера Юрия Малюгина «Список Киселева». Съемки картины проходили в Белоруссии, Израиле и России. Автор сценария Геннадий Островский и один из генеральных продюсеров Тимур Вайнштейн ездили в Израиль и встречались с участниками драматических событий и их потомками, чьи рассказы легли в основу сценария. Роли в фильме «Праведник» сыграли актеры Александр Яценко, Евгений Ткачук, Любовь Константинова и другие. Не пропустите новинку. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Ну-ка все вместе». Хороших выходных и до встречи в эфире.